Я скажу, я на юбал пошел воевать в Киеве 42-го года. Меня не принимали в моинтоматике, а я там сидел, ночевал, и наконец добился того, что меня отправили в артиллерийскую школу в 42-м году, в Киеве 42-го года. Там я получился три месяца, и вышел оттуда наводчиком орудия Синишко-Стима-Интовая. Я хочу еще раз подчеркнуть то, что воевали мы, да, действительно было в руках тех, кто воевал на фронте, оружие. Но у нашего народа было еще одно самое сильное и мощное оружие. Это, во-первых, ненависть к рабу, ненависть к тем фашистам, которые посмели перешагнуть границу нашей Родины. Это одно. И второе, все мы, все те, кто был на фронте, и все, кто был и работал в Киеве, знали одно, что победа будет за нами. Один небольшой эпизод, который мне запомнился на всю жизнь, это было в боях под Курском. И тогда две медсестры в наше мнение выносили раненого, умирающего раненого. Он умер потом через какое-то время. Его проносили. И он, поднимаясь, искитая кровь, поднимаясь к нам и говорил, ребята, держитесь, мы победим. Вот это было великое слово. Каждый из нас там, на фронте, и все в тылу, которые работали и помогали в фронте, они знали, что мы победим. Даже в самые трудные времена 41-42-го годов, когда было очень трудно, мы победили, мы победили. Гвались фашисты в Москву. Да, хотели пройтись по Красной площади. Мы дали им такую возможность. Но в пленном шли генералы с поникшенными головами, и мы прошли эти по Красной площади. А за ними шла машина, которая поливала флорты, чтобы избавиться от этой боли. Дорогие друзья, мы живем уже многие годы в нашей прекрасной стране. В нашей прекрасной стране. Ну, есть еще одна страна, которая сейчас все переживает, я уверен, все наши люди переживают. Это событие на Украине. Киевинская Руссия хватила какая-то фунта, фашистовующая фунта, и пытается угнетать и поставить на ноги, на находение народ, русский народ. Это им не удастся. Не удастся. Они стоят стойко, без оружия, но стоят стойко. А эти, те, кто стремится к власти, такие, как Тимошенко, вот эта самая, я не знаю, как о ней сказать, сегодня она говорит, что надо всех отцовов выжить и убить. А завтра она льет, проходил не слезы, приезжая в Модессу, где фашисты устроили вторую сожжение. Вот я не знаю, как к этим людям относиться. Это Олег Гарфи, это вот такая вот представительница этого пола. О ней только можно сказать словами нашего великого вождя Левни Пленина, который сказал про таких людей, а это относится и к этой самой, это политическая проститутка, которая в одном месте клянется убить и разогнаться с русским народом, а в одном месте ведется на дело с того. Не удастся, не удастся. И наша правительство, я не знаю, мы поможем. Мы любим и следственным обязаны помочь. Помочь этому народу надо обязательно. И не просто словами, эти дипломатические выводы, надо идти. Не знаю, вот самый большой у нас, Левальный Совет, дал право нашего главнокомандующего вступить туда, стоять. И тогда трудно, очень трудно будет. Мы должны это сделать, иначе у нас будет неприятная совесть. Спасибо.